Такое встретишь нечасто. Самые разные животные шести континентов дружно расположились под одной крышей, а точнее в одной комнате. Где еще увидишь колючего дикобраза, живущего по соседству с пушистой шиншиллой? За всеми обитателями нужен особый уход. У каждого свой характер, своя история. Так непоседливую носуху взяли еще малышом. Американский гость вырос веселым. Он любит кататься в гамаке и возиться с игрушками. Но все же это хищник, и общаться с ним надо осторожнее, лучше через решетку. Питается он мясом и фруктами, любит насекомых. Рядом с носухой расположились неразлучные друзья – енот-полоскун-тихон и енотовидная собака-плюшка. Зверьки хоть и похожи, но все же это разные виды. Они жили в разных клетках, но как-то мы решили их соединить, посмотреть. Не выхватало помещения, решили посадить в одну клетку. На наше удивление, они очень быстро подружились. Теперь они живут вместе и уже пробовали их отсаживать, но они все равно даже через клетку пытались как-то пообщаться, взаимодействовать. Так они у нас и остались жить вместе. Они тоже уже довольно взрослые, им по 8 лет. Так как они представители разных видов, у них никогда не было потомства и, соответственно, не будет, потому что мы им не будем искать никакую пару. Грызуны в клубе юнатов представлены в большом количестве. Это всевозможные мышки, хомячки, крысы, шиншиллы, песчанки, но отдельного внимания заслуживает агути или южноамериканский золотистый заяц по имени Леня, родственник морской свинки. В даже тот настил и запилы, который есть, он все равно разрывает, прячет туда орешки и закапывает. Дети любят наблюдать за этим делом, это очень забавно, когда он так себя ведет. Но так как мы к нему подсадили попугая, у нас попугай сидел в другом классе небольшой клетки, ему было там темно и скучно, мы подсадили его к агути. Теперь попугай сидит наверху, видит, где Леня делает свои маленькие кладовые, потом подлетает, попугай раскапывает, достает эти орешки и наслаждается уже вкусными орешками наверху, и он не остается только печально вздыхать внизу. А 16-летний примат Мигель родился в зоопарке. Из-за несчастного случая остался без лапки. Он спокойный и миролюбивый, хотя из-за своей трусости то и дело показывает клыки и наскакивает. Из хищников есть еще хорьки, они очень милые и дружные, дети их очень любят. Вот наше недавнее приобретение нам принесли, к сожалению, хозяин, но уезжал за границу и попросил у нас взять молодого хорька Семена. Он быстро стал всеобщим любимцем, так как он такой большой, добрый и никого не кусает, не царапает. Дети его все время таскают, днями и ночами все им занимаются, любят, холят и лелеют. Дети выбирают себе каких-то любимцев, питомцев, за которыми заботятся, ухаживают как-то особенно. И вот почему-то очень многие хотят именно за Семеном ухаживать. Не знают, как его бедного поделить. У нас еще есть несколько хорьков, но они не пользуются такой популярностью, как наш Сема. За всеми животными ухаживают ребята из клуба юных натуралистов, а коллекция клуба насчитывает более 50 видов животных, всего около 180 особей.